Сегодня путешествие на ленд-крузер Прада завело нас в лес, и одно из частых препятствий является заваленные бревна. Лучше, конечно, его взять просто и отнести в сторону, чем переезжать. Но если решились... С бревнами какая есть самая такая, наверное, главная засада? Теперь понятно, что с ними не надо терапить. Самый такой момент, который для машины может быть критичен, это когда большое бревно перескакивает одним колесом, и после чего передний, к примеру, мост повисает на бревне. То есть получается ситуация в заложенной ситуации, что машина перестает ехать. Ну, в данном случае бренышка совсем маленькая, поэтому об этом говорить смысла нет. Когда большое, тогда надо переезжать прямо, если позволяет, ну, колесо, если оно может запрыгнуть двумя колесами. Либо чуть-чуть обыгрываешь, немножечко делаешь угол, заводишь сначала одно колесо, и тут же второе, но при всем при этом выправляешь так, чтобы оно не могло попасть в разрез между колесами, чтобы не было того эффекта, когда, вот, говорю, мост захватывает второе. Едем по лесопропашной канаве, да, то есть по просеке, конечно, надо не держаться сверху, но вот в нашей ситуации у нас тут какие-то веточки, чтобы меньше царапаться, чтобы меньше царапаться, проще, конечно, ее отнести в сторону. Во всяком случае, стараться так, чтобы колеса были обязательно, ну, это естественно, да, что колеса были сверху на канаве, тогда проблем в этом не будет, просто не заметить, как переедет, даже большое бревно. Поэтому, видите, даже при том, что нам бревно наше расположено для нас сильно по диагонали, по отношению нашего пути, все равно, ну, извините, оно маленькое, конечно, да, то есть тут деваться некуда, это просто учебное, вот, но... Сам принцип, вот, тот, что нужно, то есть мы колеса переносим с вами вот прямым углом к ним, стараемся, да, то есть вот переднее одно, одно, второе, вот сейчас второе перекинем. Второе не получается перекинуть, потому что попали сразу на два, на два колеса одновременной машине уже на два подняться тяжело. Что делаем? Делаем, переставляем чуть-чуть. Одно мы уже переставили. Сейчас надо сделать так, чтобы не по очереди. Это у нас еще же канавка, нам, если мы в канаву свалимся, нам будет канава тяжелее. Попробуем. Вот тот эффект, который маленькое колесико, маленькое бревнышко, в смысле, позволило себе так издеваться, а так, в принципе, это как раз то, что нужно, то есть вот боком переезжаешь и раздегоналишься на бревне. Когда оно будет большое. Так или иначе, в лес ездим мы часто, особенно летом, за грибами, на дачу, на речку. Даже с такой машиной ездить надо аккуратно и не быстро. Правда, есть камеры спереди, по бокам и сзади. На экране перед водителем видно все вокруг. Но даже с таким автомобилем главное правило... Аккуратность, наверное, основной принцип, да, потому что вот в лесу, как нигде, в траве могут запросто стоять пни. Чтобы потом не сожалеть, что ты выехал, что вот там машина как-то пострадала. Поэтому для этого надо просто где-то есть сомнения, выйти, посмотреть, да. Какой-то пенек заметили, найти, объехать. Бревно увидели, лучше в сторону тащить. И удачи в путешествиях по лесам. Редактор субтитров А.Семкин